Новое время, Украина. Почему бессмысленно гордиться украинскими учеными? Семен Еселевский. Новое время страны, Украина. 6 июня 2019 года. После каждого поста о том, как ученые, родившиеся в Украине, добиваются каких-то значимых успехов за рубежом, в комменты набегают носители национальной гордости, ТМ, и начинают неистово гордиться нашими учеными. Объясняю, доходчивые по пунктам. 1. Ученые – одни из самых мобильных людей на этой планете. Бакалавриат в Украине, магистерка в Польше, аспирантура в Японии, постдок в Италии, второй постдок в США, ассистант-профессор в Германии и, наконец, фулл-профессор в Сингапуре – это норма жизни. Ученые носятся по миру, особенно в первой половине своей карьеры. После такого вы вообще не разберете, откуда он и какая страна больше дала для его становления. То есть вопрос «ты чей вообще бессмыслен для молодых ученых и может ставиться только для людей с постоянной академической позицией». 2. В науке срабатывает принцип «какая страна, или страны, обеспечивает ученым условия для работы, та и может считать его своим». Причем условия для работы – это не только финансирование. Типичная мощная научная группа может получать финансирование из десятка источников, от правительства двух разных стран, трех транснациональных грантовых агентств, двух коммерческих фирм и венчурного фонда, вообще формально находящегося где-то на Бермудах. Очень часто финансирование вообще нельзя привязать к стране, гранты НАТО или ЕСЭТО, например, от какой страны. Условия для работы – это офис, лаборатория, телескоп, коллайдер, компьютерные мощности, вся та материальная основа, которая необходима для работы. Все это должно где-то стоять, обслуживаться и поддерживаться. Кроме того, условия – это базовая зарплата. С грантов можно иметь сколько угодно денег, но, кроме них, всегда есть безотносительная база для поддержания штанов. Если оборудование стоит в Швейцарии и зарплату платит Швейцария, то чей ученый? Три. Ученые часто сидят на двух, трех, четырех стульях. Афилиация может быть двойной, тройной, четверной. Человек может работать в США, Украине и Сингапуре одновременно, деля свое время между этими странами. Для ученых высокого уровня это скорее норма, чем исключение. Попытки приписать таких многостаночников к конкретной стране выглядят особенно глупо. Отсюда вывод наука – такая область, где национальность, происхождение, язык, гражданство и тому подобное значит чуть менее чем ничего. Всем абсолютно все равно. Это сильно важно только для национально гордящихся граждан, которые старательно ищут бывших соотечественников, которые чего-то добились не благодаря Украине, а вопреки тому, во что тут превратили науку и образование. Для таких граждан могу дать дельный совет – пойдите, что ли, покрасьте забор или помойте пол в лифте, будет реальный повод для гордости. Семен Еселевский, доктор физ.мат. Наук, ведущий научный сотрудник Института физики Нан Украины, стипендиат Марии Кюриев университете Бургонь-Франшком. Те материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...